И хотела вас вкратце послушать, как вам вообще было на группе. Сколько у тебя было курсов? А? Третий. Вики, который на третий курс. Ого, а почему ты вот играешься снова и снова? А, ну каждый раз другое. Нет, почему снова и снова? Потому что у меня это работает. А самостоятельно получается после курса? Да, неприятно, получается. Как бы и техники похожие, некоторые те же самые. Может я плохую еще не знаю, разы, не понимаю. Нет, ты каждый раз делаешь не одно и то же. Техники, вот в это время ты соединяешься с собой. И всплывают не те старые моменты, а что-то новое. И вот я говорю, что если бы я не пошла на курс, скорее всего эти куски открывались бы лет несколько у меня. А тут получается, что... Блин, каким способом получается, что за такой сжатый период, получается, открывается больше. Почему я пошла? Потому что я говорю, что у меня это работает, инструмент. Я говорю, что вот ты, допустим, один курс прошла, какие-то техники узнала. А самой двигаться получается? Вот смотри, это вот, если как инструменты, когда какая-то болезненная ситуация, я их уже использую. Уже после первого курса. То есть я уже их не боюсь разбирать. Если поначалу вообще было дико страшно, что это вообще возможно когда-то это разобрать. То есть я теперь знаю, что любую какую-то проблему ее можно разобрать. Это я уже знаю. Я теперь уже просто не на этих болезненных симптомах, а каких-то игру, какие-то шерики. На глубинной части себя, которая приходит. То есть эти проблемы-то даже не есть. Если мне сильно не мешает, я их даже не разбираю вообще-то. Я тоже не разбираю, потому что мне сильно не мешает. Когда-то я поняла, что они мне раньше создавали очень много отрицательных эмоций и вообще гасили счастье и радость жизни. Теперь они как бы есть. В общем, если ними сильно не мешают, то они мне не мешают быть счастливыми и радостными человеком. Просветление. А, нет, ну это вот, может, где-то наполовление второго курса прошло. Когда они стали получаться, делается, что это можно. Так, вот это то, что я увидела. Про курсы. Вот то же самое, что хочу сказать, что вообще очень как бы ценно для меня, то, что когда ты, Вика, про себя рассказываешь, то, что у тебя тоже куча-куча вопросов, как у всех людей. И ты тоже раз такие же, в принципе, тоже прописываешь. И тоже бросаешь на половине, да. Я думаю, что отчет до сих пор все это не поразбирала у себя. У тебя же там суперспособности, ты все чувствуешь, знаешь и вообще идешь. Там у меня суперспособности и суперпроблемы. Живой пример, что вот и как вот эту технику увидеть, как вот это вот мастерски все это хопа-то и развернуло. Или наоборот застряло. Что это тоже как бы важно, что можно и застрять, и можно, это может и разобраться, и на какое-то время вообще остановиться. Что вот это, ну, в общем, у меня тоже с этим, получается, эмоции связаны, что, ну, это все на эмоции. Когда вот видишь такой пример, что это вот возможно, да, а когда ты в себе варишь, что ты один дурак, а все остальные умные, кажется. А когда смотришь, что все как-то вот пытаются разобраться, и вот именно, и получается, и не получается, это вот движение. Такое ощущение, что, ну, в тебе в это время тоже такой же, одновременно идет разбор. Ну, это важно, когда ты расслабиваешь себя, как бы это, получается, что ты тоже можешь. Ну, как бы ты и я тоже могу, там, когда вот у тебя получается, значит, другие, вот. А что добавить, убавить? Катя, вот мне просто еще кажется, что, ну, это просто дело времени освоится в этой технике, потому что, как у меня было, ну, как эмоции, что у меня ничего не получится, и я не знаю, и вообще болван, ничего не получится, как бы потихоньку пробуешь, и оно потом получается, и у меня даже, ну, как бы такие моменты были и есть, ну, когда я погружаюсь, я не знаю, что спросить у себя, чтобы пройти дальше. Я спрашиваю, а что бы Вика тут спросила? Ну, потому что я не знаю, что спросить, потому что я какой-то... Это гениально, интересно, чтобы у вас технику на финансовании. Я просто спрашиваю, чуть-чуть видеть, что спросила бы, и оно что-то спрашивает, и далее. Это какой-то, может быть, неуверенность в своих силах, может быть, что... Как бы опыта, что меня тут спрашивают, что у меня есть. А я просто коплю, коплю, все. Я собираюсь делать мастер-класс по тому, как задавать вопросы, но я его никак не структурирую, и он все еще откладывается. Ну, то есть я понимаю, что это важный кусок, который я, ну, объясняю в той мере, в которой, ну, на сейчас это созрело, но пока он достаточно такой сырой. Ну, в смысле, я понимаю, что каким-то образом возможно передать мою логику задавания вопросов. Но пока то, что я вам объясняла, это были вот такие, ну, простые вещи, которые вы можете, ну, сразу взять и использовать. И есть большой кусок, ну, нераспакованного, который во мне работает, но который я пока никак не упаковала. И я собираюсь по нему делать мастер-класс, но пока это, ну, не созрело. Ну, в смысле, что я понимаю, что на этом месте я могу додать, ну, и есть потребность это получить, ну, в смысле, у вас, у людей, которые проходили курсы. Нет. А вот здесь техник, что мне в этот раз как бы запала, что, ну, как бы она, ну, так, вообще, чуть ли не каждодневная, но это, она, может, и раньше была, я не помню, это вот внимание телу, это, блин, в общем, она ничему не обязывающая, даже не скажешь, ну, как это естественно для меня стало, чтобы просто отключить себя и включить тело громче. Просто хотя бы в день послушать хоть что-нибудь, чтобы вот как бы свою громкость и включить громкость тела. Все просто услышать. Ну, это как бы, ну, очень, не знаю, без копаний. Спасибо вам. Спасибо тебе. Спасибо. 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 Спасибо.